Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на Титана 54Д. Машина крайне незаурядная, но в то же время не является фонтаново-веселой. Сейчас попытаемся во всем этом разобраться, выскажу свое субъективное мнение, ну а вы свое мнение обязательно пишите в комментариях. В чем уникальность данной СТшки на восьмом уровне? Она обладает интересной механикой, подвижные бронелисты, которые закрывают переднюю часть вашего корпуса, закрывают переднюю часть щеки вашей башни и таким образом добавляют вам бронированности. Работает определенное количество времени в бою, но стоит также помнить, ребят, что есть принципиальная разница между механикой закрытия дополнительными бронелистами у Титана 54Д, которого сегодня обозреваем, и у Титана H&D, это тяжелый танчик. Дело в том, что у Титана H&D срабатывает данная механика тогда, когда запас прочности опускается ниже 50%, а на Титане 54Д он срабатывает, этот защитный бронелист весь, точнее подвижные бронелисты эти все, срабатывают по вашему волеизъявлению. Вы должны будете нажать соответствующую клавишу, ну и соответственно в таком случае срабатывание произойдет. При этом срабатывание у вас получается минус 10% к получаемому урону от любых снарядов. И время действия всего лишь 17 секунд. Плюс к тому, недочетом данной механики является то, что поскольку она не является автоматической, то вы должны пожертвовать одним из своих слотов снаряжением, куда могли бы поставить, допустим, дополнительный огнетушитель, аптечку, либо ремкомплектик, вы должны этот слотик потратить на сами приводы бронелистов. Насколько это удобно в бою, скажу откровенно, не очень удобно и добавляет определенного рода головника. Что касается того, что мы можем обсудить с вами, стоя в ангаре, так это орудие. Здесь орудие в принципе вполне комфортное, со всеми там плюшками типа оборудования и амуниции у нас получается с вами вполне себе нормальный для среднего танка ДПМ в 2117 единиц, нормальный божеский разброс, время сведения крайне комфортное. Что касается среднего бронепробития, то 207 один из лучших показателей на уровне и этого больше чем достаточно для того, чтобы играть на своем левеле. Ну и средний урон в 310 тоже довольно-таки приятно. Угол склонения орудия вниз минус 7, я бы не сказал, что прям супер комфортный, но и дискомфорта тоже не доставляет. Таким образом получается, что в целом, ребят, по орудию здесь все нормально, здесь все годно, и я ни в коем случае не собираюсь гнать на данную машину, что у нее ну какой-то не такой ствол и данным орудием очень сложно пользоваться в бою. Нет, обычная СТ-шка и именно это меня и расстраивает. Расстраивает меня то, что эта механика, она типа должна была чего-то добавлять, а сама машина вроде бы должна быть крайне крутой и жесткой из-за своего внешнего вида, по крайней мере внешним видом очень сильно подкупает, но такой машиной, по крайней мере для меня, она не является. Если мы уберем с вами отсюда дополнительные вот эти экраны, которые бронируют машину на 17 секунд по вашему волеизъявлению, как я говорил, то вы увидите, что здесь танковать в принципе нечем. Тут брони нет, тут 165 с приведенкой по верхнему бронелисту, который просто огромен. Нижний бронелист здесь вообще картон, 109, да, там или сколько, ну пускай 110 миллиметров. По башне, есть комбашни, которые пробиваются, есть щеки 250 с учетом приведенки, 230 вот здесь вот в этих вот точках, ну и да, есть броня во лбу башни, но опять-таки особо танковать нечем. Да, рандомно рикошеты прилетают, но абсолютно, ребят, не закономерность, поэтому не рассчитывайте на то, что титан будет действительно как титан, да, то есть титан у нас ассоциируется с чем-то крепким, непробиваемым, но он таким не является по факту. Что касается бортов, что касается кормы, то по броне, в принципе, вам здесь все видно. Когда вы нажимаете соответствующую клавишу, срабатывает у вас дополнительная защита, и вот эти вот бронелисты, которые сейчас изображены сзади, они перемещаются вперед, закрывают переднюю часть башни, да, это помогает, но комбашни остаются открытыми, здесь спереди закрывается, да, практически все, но обратите внимание, что вот эти зоны, они все равно остаются вполне себе пробиваемыми, поэтому сказать, что он спереди становится там, пускай даже на 17 секунд, ну, таким себе неприступным, да, нет, ребят, не получается такого, его все равно будут пробивать. Что касается сравнения с другими машинами на уровне, то, как вы видите, из-за времени перезарядки в 9 с копейками в секунду, это действительно долго для среднего танка, да, пускай 310 единиц альфы, но при этом всем ДПМ у нас получается, грубо говоря, там, 2000 с копейками, здесь немножко меньше ДПМ, вот если сейчас переставим на досылатель, то получается тот ДПМ, который у меня стоит в ангаре, ну, плюс-минус, с учетом еще того, что у меня есть опыт экипажа, который тоже немножко там добавляет чего-то, и таким образом получается, что вот, пожалуйста, результат, а вот результат всех ребят, которые есть на уровне, как видите, количество зеленых ячеек по верхней строке, совсем достаточное количество, чтобы утверждать о том, что Титан 54D не является лидером и даже не является средним показателем по ДПМу на уровне. Что касается пробития, больше, чем достаточно, как вы видите, он может конкурировать со многими машинами на левеле, ну и, в принципе, ребят, больше обсуждать особо нечего, можно еще там вскользь упомянуть по поводу его скорости, которая составляет 45 километров. Если посмотреть на другие машины на уровне, то вы тоже обратите внимание, что количество зеленых ячеек достаточное, здесь машины по 50-55 километров скорость имеют, а некоторые даже, ребят, 60. Поэтому, в принципе, это далеко не самый быстроходный танчик в игре. Что касается доходности, информации нет, но я могу сказать по своим ощущениям, это приблизительно где-то 170% под доходности в лучшем случае. Что касается процента побед, кто-то скажет, вау, ничего себе, 57 с копейками процентов, но, ребят, машину катало всего лишь 183 игрока, это явно ребята, которые с нормальными, подкованными, скажем так, руками и сознаниями, как применять данную машину в боях. Возможно, им она заходит. Именно поэтому завышенная вот такая вот статистика по победам. Если бы здесь была цифра в районе, там, допустим, 700, как по Т-34-2, то, поверьте мне, процент по победам здесь был бы существенно меньше. По ощущениям, где-то в районе 53%, не более того. Я вам скажу так, и это будет мое, опять-таки, субъективное мнение, Титан 54D у меня лично ассоциируется с, не знаю, кто ходил, кто не ходил, когда-нибудь в оружейные магазины или в какие-то сувенирные магазины, но представьте себе ситуацию, когда вы заходите в оружейный магазин, да, там, или в сувенирную лавку, и видите перед собой просто офигенский, выглядящий, блестящий меч, как у Конана Варвара в фильме, да, и вот ты смотришь на него, и он производит на тебя просто бешеное впечатление. Потом, когда ты берешь этот меч в руки, ты начинаешь понимать, что меч-то он красивый, вопросов нет, но воевать с ним ты явно бы не пошел. Ну, просто потому что ручка там как-то расхлябана, прикручена, потому что, в принципе, сам клинок не производит абсолютно никакого впечатления, да и, в принципе, когда ты берешь за края данный меч и начинаешь его гнуть, то он у тебя в руках прогибается. Вот такое же впечатление произвел на меня и Титан. Сначала я увидел его на продаже, у меня затряслось лицо от его внешнего вида, я представил себе, как я круто с этой механикой буду рассекать по карте, приобрел себе его, Ну, а вот потом уже, ребята, казалось, что машина не настолько бодрая, не настолько крутая, как заявляет о себе своим внешним видом. Что касается подвижности, машина в отношении скорости передвижения далеко не самая бодрая, а вот что касается того, чтобы разворачиваться на месте, да, это просто-таки, ну, не знаю, одна из, наверное, лучших средних машин на уровне в отношении того, чтобы вертеться на месте. Это очень хорошо помогает в бою, это очень хорошо помогает доворачивать башню, которая здесь, в принципе, и так довольно-таки быстро поворачивается. Что касается включения механики, я сейчас на секунду замолчу, включу механику для того, чтобы ее показать вам, ну, и, в принципе, попытаться ее использовать. Вот сейчас механика использована, сейчас у меня пылает двигатель, у меня есть еще пару секунд для того, чтобы выехать на вот этого вот товарища. Ну, и, в принципе, сейчас буквально через 2 секунды она отключится, и вся эта защита уйдет на нет. Почему я говорю, что данная механика, она не производит впечатления, и в бою она практически бестолкова? Ну, во-первых, вам необходимо постоянно держать в голове, вот сейчас даже без защиты прилетел ко мне рикошет, вам необходимо постоянно держать в голове мысль по поводу того, а вот сейчас включить или не сейчас включить, включить чуть позже, а может включить чуть раньше перед тем, как выехать. Короче говоря, ребят, можно, безусловно, к этому привыкнуть, можно где-то как-то на каком-то интуитивном уровне, на подсознательном, я бы даже сказал, уровне ощущать, когда бы втыкнуть эту механику, но, все равно, ребят, это, как я уже сказал, дополнительный головняк, и мне лично это мешает больше играть, чем помогает. А если данную машину рассматривать как аппарат без этой механики, то она тогда ничем не отличается от других премиумных машин и некоторых проходных машин на уровне. Да, он обладает возможностью, как сейчас показало на практике, закрутить кого-то. Вопросов нет, но у нас что, нет в игре машин, которые могут кого-то закрутить? Да, у него есть возможность стрелять на дальних расстояниях, очень точно, у него хорошее бодрое время сведения, и в этом ему не откажешь, но, опять-таки, у нас, по-моему, есть машины на уровне, которые могут делать то же самое. Что касается того, за что, в принципе, Титана все хотят. Его хотят за вот этот вот легендарный внешний вид, его хотят за возможность вот так вот нажать, включить себе дополнительную защиту и с ней кататься. Но, как я уже сказал, особо это не помогает, его все равно пробивают. Это во-первых. Ну, а во-вторых, как я уже говорил, это единственная машина, которая, в моем понимании, слишком перегружена тем, насколько я должен быть сосредоточен на самом бою, и, в частности, на машине. Даже не на соперниках, на своих, а на машине и на управлении данной машины. Три фрага сделали. Мы в данном бою накосили очень много урона, 1140 единиц, и, понятное дело, что в команде по результатам мы там ниже средины даже упали. Хотя свое дело мы сделали. Мы добирали соперников и таким образом приближали победу нашей команды. Сейчас возьмем машину и попробуем заехать еще раз. Почему я и говорю по поводу Титана 54D, что это далеко не самый лучший вариант для покупки? Ну, во-первых, для новичка, который только начал играть в игру, допустим, или отыграл там около полугода и имеет небольшое количество боев, машина должна быть максимально простая в использовании. Машина должна быть максимально комфортная. Она не должна требовать от него дополнительных каких-то заморочек. Она должна позволять ему заехать в бой, максимально долго в бою прожить, ну и, соответственно, сделать в бою что-то для того, чтобы команда победила. То есть, допустим, это должна быть либо машина хорошо забронированная, с хорошей разовой альфой и возможностью пережить время перезарядки, либо это должна быть подвижная машина, которая позволяет свилять в случае необходимости, ну и набрасывать урон достаточно часто, пускай и не с самым высоким показателем по альфе. Титан 54D, он по большому счету не обладает ни тем, ни другим. У него брони нет, при этом у него практически 10 секунд перезарядка. У него есть хорошая альфа, но это время перезарядки необходимо пережить для того, чтобы дождаться возможности сделать еще один выстрел. По поводу его подвижности, далеко не самая быстрая машина на уровне, поэтому я не могу сказать, что данная машина подойдет новичкам. Вот тот же самый Титан H&D, он новичкам подойдет гораздо больше, потому что механика дополнительной защиты от урона, она включается там абсолютно автоматически. И вот эту мысль игрок, в частности новичок, он не должен постоянно возить с собой в голове. Его основная задача на Титане H&D это просто выехать, закинуть, поиграть, и если вдруг он получил несколько пробитий, то игра ему самостоятельно включает дополнительную защиту, ну и соответственно ему становится немножечко легче и комфортнее играть. Так-с. Интересная игровая ситуация у нас получается. Мы сейчас все вместе столпились здесь на горке. Углы склонения орудия вниз. Как вы видели сейчас, мне повезло забросить в краюшек, прям вот в край соперника, а так, если бы не фарт, то буквально какая-то доля миллиметра подвинутся по ландшафту назад, и в принципе угла склонения орудия уже бы мне не хватало, для того, чтобы пробить соперника. Так-с. Где тут все катаются? Что касается орудия, перезаряжается немножко долговато по ощущениям, в целом, если к нему привыкнуть, то дискомфорта вызывать не будет. Что касается времени с ведением, что касается разброса, что касается точности, здесь к орудию у вас вопросов однозначно никаких не будет. Мне лично вот в отношении самого орудия очень даже заходит. Так, едь сюда. Как вы видите, абсолютно спокойно, там, недолго выцеливая, пробиваю в комбашню вынесли. Так, ну что, поехали, поищем, где там еще кто-то есть. Т-49. Давай я тебя отправлю в ангар и сделаю хотя бы один фраг в этом бою. Пожалуйста, не убегай от меня, я тебя очень сильно прошу. Спасибо тебе большое. Хоть что-то сделали, ну, помимо того, что там набрасывали урон. Ну что, на поиски ПТ. Единственное, что с моей скоростью передвижения по карте есть вариант того, что ПТ-шку найдут быстрее. И ПТ-шка явно где-то находится в районе нашего респа, потому что кто-то мне забрасывал без пробития именно с той точки. А значит, где-то там ПТ-ха и находится. Так. Ну где ты? Давай, показывайся. Я в засвете, а где ты? Так, скорее всего, что-то мне подсказывает, что с вот этой стороны. Да, вот она, пожалуйста. А значит, ПТ-ха заряженная фуловая по ХП-шке. Как он так отстоялся? Еще и фраг умудрился сделать, видать. Четко работал по засветам своих союзников. Да, гоняться на этой машине за кем-то, то еще удовольствие. Вот он, красавец. Занял верхотуру. Есть все шансы первыми к нему приехать. Так, ну что, мы же все-таки с механикой дополнительной. Давайте механику врубим, попытаемся вот так вот подъехать к нему. Теперь отъехать не успел. Жаль. Добрали. Ну, пробили, в принципе, в ком-башню, как я и говорил. Да, я его сам подтолкнул. Как видели, и выше бронелиста, который у нас включается, тоже был прилет снаряда. И он был именно тогда, когда мы включали механику. Что касается наших результатов по данному бою, то 2600 единиц урона, один сделанный фраг. Что касается фарма серебра, то с учетом прем-аккаунта 65 тысяч серой. Но вы, ребят, учтите, что я довольно-таки не кисло потратился на срабатывание вот этой вот механики, пополнение снаряжения и пополнение амуниции. Заняли у меня целых 17, ну, можно сказать, практически 18 тысяч серебро. И если бы я не пользовался дополнительной механикой этой, то, безусловно, я бы там что-то сэкономил. Поэтому, в принципе, вы серебром платите за то, чтобы у вас периодически данная механика в бою срабатывала. Что касается результативности машины по команде, то здесь мы заняли в данном бою уже первое место. Обязательно похвалю СУ-130ПМ. Молодец, красавчик, накосил урона и был последним выжившим в данном бою среди соперников. Теперь давайте будем честно суммировать и подбивать итоги по поводу Титана 54Д. Если вы воспринимаете мое видео как критику данной машины и отговаривание вас приобрести ее себе, нет, ребят, это не так. Я не собираюсь говорить, что Титан это плохая машина. И кто-то из моих постоянных зрителей написал мне по поводу того, что я отозвался по поводу данной машины как о шлаке. Нет, ребят, это не шлак. Это абсолютно нормальный средний танк с хорошими показателями по точности орудия, по скорострельности плюс-минус, в отношении динамики и подвижности пускай не самый лучший, но ее достаточно. Он абсолютно средний танк во всех отношениях, но он ничем не более средний танк, чем та же самая Шкода Т27, хотя это цикличный барабан, или та же самая Проджета 46, или если хотите, допустим, тот же самый AP-AMX 30. Короче говоря, ребят, к чему рассказываю? Рассказываю к тому, что данный средний танк, он не отличается своим качеством и ничем не выдающимся по сравнению с другими машинами. И если вы собираетесь его приобрести только лишь потому, что вас радует вот эта вот механика, которую я вам показывал, которая, каждое срабатывание, точнее, который обойдется вам в 6300 серебра, то тогда данную машину лучше вам не брать, потому что, как я уже сказал, данная механика, она только хобота добавляет в боях. Это красиво, это прикольно, это интересно, но все же ездить и постоянно думать, когда ее включить, когда не включить и постоянно на это отвлекаться, это, честно говоря, больше доставляет дискомфорта, чем радует в боях. Если же рассматривать данную машину исключительно просто как средний танк и забыть о ее механике и не пользоваться данной механикой, то машина в целом довольно неплохо сбалансирована. И в выборе, допустим, между Рамвпанзером и Титаном 54D, понятное дело, что я бы рекомендовал вам приобрести Титана 54D, потому что он дешевле на целый косарь и ничем не хуже, а может даже и лучше, чем Рамвпанзер, ну, по крайней мере, в отношении того, какие ощущения в бою вы будете получать, ну и, соответственно, какой геймплей вам машина предоставит. В то же время, ребят, если рассматривать Титана 54D в сравнении с объектом 274А, который на косарь дешевле, то понятное дело, что здесь я рекомендовал бы вам присмотреться именно к объекту, потому что объект гораздо более сбалансированная машина, чем Титан. У него совсем другое время перезарядки. Вы это время перезарядки совсем по-другому будете переживать. И, как видите, если там у нас было время перезарядки в 8,8, здесь время перезарядки 9,45. Кто-то скажет, что я немножко лукавлю, но, ребят, отыгрывать данным орудием гораздо комфортнее, хотя здесь Альфа та же самая. Но машина просто позволяет данный ДПМ гораздо чаще реализовывать. Но это мое скромное субъективное мнение. Не всегда время перезарядки является решающим. Решающим является возможность данное время перезарядки, как я уже говорил, нормально пережить в боях и реализовывать каждый свой выстрел. Титан 54D Явно хорошая, годная машина, но ничем не круче, чем все остальные на уровне. Покупать или нет, здесь уже определяться исключительно вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. Ну и напомнить лишний раз, что внешний вид машины не всегда является определяющим. Если вы за честность автора, если вы за честность обзора, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду вас всех на своем дискорде для того, чтобы проводить там розыгрыши. Ну а данный момент у меня все, я побежал снимать для вас новые видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok